ДНК-вакцин Итак, начать я хочу с того, что история злокачественных опухолей насчитывает миллионы лет, и первые саркомы были обнаружены в окаменелостях предков динозавров, примерно 90 миллион лет назад живущих. В сравнении, история иммунной терапии насчитывает всего несколько десятков лет, может быть, можно сказать, до сотни лет. И я надеюсь, что в наше с вами время, в котором мы живем, в этом историческом промежутке времени, иммунная терапия сможет прекратить, ну или как минимум значительно замедлить историю злокачественных опухолей. Итак, ДНК-вакцины и почему идея ДНК-вакцин в свое время стала весьма интересна в области онкоиммунологии. Началось все с обнаружения гуморального и клеточного ответа в животных, в мышах, которые были уколоты внутримышечно-плазмидной ДНК, кодирующей белок вируса гриппой. И это, собственно говоря, положило начало идеи использования ДНК-вакцин в качестве онкоспецифичных вакцин. Идея ДНК-вакцин довольно проста. Кодируется антиген, опухолеспецифичный антиген или иммуностимулирующий цитокин, например, вводится в организм, после чего происходит экспрессия антигена и дальнейшая презентация и активация Т-лимфоцита. К настоящему моменту мы рассматриваем возможность использования как ДНК, так и РНК-вакцин и, в принципе, работа и в том и другом направлении ведутся. В принципе, почему ДНК-вакцины стали так интересны, так сказать, в свое время после вот этих первых наблюдений? Потому что здесь есть масса преимуществ, таких как простота конструирования ДНК-вакцины. В настоящее время существует масса всевозможных ферментов, позволяющих упрощать работу с нуклеиниумными кислотами. Также в настоящее время синтез нуклеиниумных кислот позволяет синтезировать довольно большие последовательности. И, в общем, это одна из интересных возможностей довольно быстрой конструкции вакцины. Также, используя ДНК-плазмиды, можно кодировать несколько антигенов или иммуностимулирующих блоков в одном векторе, в одной плазмиде. Также есть возможность одновременного введения разных плазмид при одной вакцинации и экспрессию множества антигенов. Такой подход был показан на некоторых исследованиях с использованием пептидных вакцин, как весьма прогрессивный для индукции иммунного ответа. Также здесь, возможно, есть регуляция экспрессии антигенов. И, что немаловажно, это простота и низкая себестоимость продукции этих вакцин, которая примерно, скажем так, в 100 раз меньше, чем продукция вирусных вакцин. И это, естественно, может сказываться и на стоимости продукции, и на то, сколько будет стоить такая вакцинация. Однако, первые исследования ДНК-вакцин показали, что существует множество проблем нерешенных. Но, в принципе, в настоящее время ДНК-вакцинации ведутся через мышцы. То есть это все, понятно, исследования как через мышцы и через кожу. И в том, и в другом случае все ожидают индукцию иммунного ответа за счет так называемой крос-презентации, когда антигены экспрессируются мышечными клетками или кожными клетками, с последующей обработкой этих антигенов антиген-презентирующими клетками и презентацией через комплекс гистеркомиссов совместимости второго класса. Однако, вакцинация через кожу еще дает возможность непосредственной прямой вакцинации дендритных клеток с последующей прямой активацией цитотоксичных лимфоцитов. Опять же, как я уже сказал, первые опыты и пробы ДНК-вакцины в клинических испытаниях показали, что существует слабая иммуногенность этих вакцин, необходимость повторных бустерных вакцинаций и до настоящего времени нет определенных идей по поводу структуры ДНК-вакцин, методов и схем иммунизации. Ну и в настоящее время существует... Работы ведутся по усовершенствованию этой технологии и к настоящему времени были попробованы различные способы ДНК-вакцинации. И к настоящему моменту электропорация является наиболее эффективным с точки зрения способом. Здесь, на этом слайде, показаны всевозможные вариации, которые пробовались, но электропорация показала, что она наиболее эффективна в доставке ДНК-молекул в клетки организма человека, ну и, естественно, животных. Электропорация – это двухступенчатый процесс, который, во-первых, происходит инъекция ДНК в ткань, после чего электрические импульсы позволяют расширить поры в клетках, куда и проникает ДНК, и потом экспрессируется. К настоящему моменту, насколько мне известно, существуют две компании, которые делают приборы для ДНК-вакцин. В принципе, для InViva – это iCore и Novia, но, к сожалению, эти приборы, они недоступны для покупки. И все клинические испытания, которые происходят сейчас, они происходят с участием этих компаний. Но это, я думаю, что в ближайшее время эта сфера слегка разобьется дальше. Здесь, на этом слайде, у меня представлены результаты некоторых выборочных клинических испытаний различных ДНК-вакцин. Я бы хотел обратить свое внимание на самые последние, 2018 года опубликованные результаты одного из испытаний. Но это, опять же, были результаты довольно ранние, в которых было показано, что ДНК-вакцинация с TRP2 и GP100 с антигенами приводила к индукции активного Т-клеточного иммунного ответа при вот таких дозах. Скажем, 8 мг доза ДНК вакцины позволяла активировать Т-клетки в пациентах, у которых наблюдались метастазирующие меланомы. Дальнейшие результаты пока еще неизвестны. Была ли ремиссия данных меланом у этих пациентов или нет, это пока еще не опубликовано. Но будем надеяться, что результаты будут позитивны. Теперь я хочу быстро пройтись через некоторые данные, которые мы получили в свое время. Здесь, на этом слайде, наша работа еще 2007 года, в которой мы попробовали использовать. В принципе, наша лаборатория была заинтересована ролью химокинов в инфильтрации лимфоцитов в различные опухоли. И в этой работе мы показали, что высокая экспрессия химокина ССС-21 вызывает активную инфильтрацию B16 меланом растущих в коже мышей и последующую активацию активного цитотоксичного ответа. И, в принципе, это положило начало нашим дальнейшим исследованиям в области использования ССС-21 в качестве иммуностимулятора при использовании ДНК-вакцин. И наша дальнейшая работа была обубликована еще в 2013 году. Мы показали, что вакцинация мышей с ДНК-вакциной кодирующей TRP2 белок, специфичный к ноуноцитам и меланоме, вызывает активный иммунный респонс, активный цитотоксичный респонс против B16 меланомы. И когда используется с использованием химокина ССС-20 и 21, мы, в принципе, наблюдали полную ремиссию меланом, экспериментальных меланом, метастаз меланом в легких и данных мышек. Недавняя наша работа, которую мы опубликовали в 2017 году, мы сравнили ДНК-вакцины с аденовирусными вакцинами и показали, что, в принципе, конечно, изначальная эффективность одной вакцинации с ДНК значительно ниже, чем вакцинация с аденовирусной вакциной. Но, тем не менее, в данной работе мы показали, что ДНК-вакцины позволяют индуцировать высокоовидные Т-клеточные рецептора, и это напрямую связано с эффективностью иммунного Т-клеточного ответа и возможностью уничтожения опухоли. И вот сейчас, так сказать, я хотел бы представить некоторые наши наиболее свежие данные по генерации онкоспецифичных ДНК-вакцин, причем специфичных к мутациям, обнаруженным в так называемых тюмор-драйвер-динцах. В данном случае мы будем говорить о ювиальной меланомии. Я знаю, что она немножко выпадает за рамки этого форума, но при этом это очень интересная модель для развития ДНК-вакцин, поскольку в более чем 80% клинических случаев данная меланома вызвана одной единственной мутацией, которая ведет к замене глютамина в позиции 209 с лейцином. И эта мутация активирует гуаминный нуклеотиз, связывающий белки, JNA-Q и JNA-11. И мы попытались посмотреть, возможно ли индуцировать иммунный и т-клеточный иммунный респонс, который будет специфичен к данной мутации. Во-первых, мы сравнили пептиды, и это все компьютерный анализ, безусловно, показали, что наличие мутантного лейцина в позиции P9 наномера увеличивает возможность и вероятность связывания данного пептида с комплексом гистосовместимости человечеству. И мы это показали и подтвердили на клеточной модели, что мутантные пептиды, JNA-Q, содержащие мутантную аминокислоту, более эффективно связываются с MHC, с комплексом гистосовместимости. Далее мы сделали вакцинацию в профилактических и терапевтических условиях. В профилактических условиях наша изначальная вакцина состояла из такого гибридного антигена, в косота которого входил ВИПИ-2022. Это один из белков герпес-вируса, падроэпитоп, известный как иммуностимулирующий Т-клеточный респонс и, собственно говоря, мутантный JNA-Q. Четыре вакцинации, естественно, в мышах показали, что с использованием CCL21 и такой вакцины у нас происходит активная индукция Т-клеток, специфичных к мутантам. В данном случае мы проверили специфичность ответа к мутантным клеткам и нормальным меланоцитам, экспрессирующим нормальный JNA-Q и показали, что наш Т-клеточный ответ был значительно выше к мутантам, что говорит о специфичности ответа. Далее мы попробовали провести вакцинацию в условиях уже существующих метастатичных опухолей в легких и показали, что даже в таких условиях вакцинация с нашей гибридной вакциной VP22, мутантный JNA-Q и Padre, вызывает практически полную ремиссию метастаз. Далее мы решили посмотреть, можно ли как-то улучшить данную вакцину. И опять же, базируясь на компьютерном моделировании, мы увидели, что если привносить добавочные мутации в секвенс JNA-Q, то можно значительно увеличить вероятность связывания этой молекулы, этого пептида с комплексом диссоовместимости первого класса и значительным увеличением времени диссоциации, что немаловажно. Также мы показали путем пептидного моделирования, что при внесении этих добавочных мутаций может менять конформацию пептида и влиять на индукцию более эффективного клеточного ответа. Как вы знаете, собственно говоря, пептид взаимодействует с комплексом диссоовместимости за счет аминокислот, находящихся в пету и в пеналь позиции, и именно их мы и меняли в данном случае. И получив новую ДНК плазмиду, имеющую эти модификации, мы попробовали использовать ее для активации человеческих Т-клеток эксклюзива, используя дендритные клетки и Т-клетки донора, и показали, что наша новая плазмиду с модификациями вызывает очень активный клеточный респонс и активацию Т-клеток, которая была показана весьма специфичной к мутантному белку. В данном конкретном моменте мы продолжаем модификацию этой плазмиды и скажем, изучая сам ВП-22 мы обнаружили, что этот белок содержит специфичные фрагменты, в которых есть пептиды, которые могут связываться с комплексом гистоксовместимости HLA-1, A3, A4, и мы решили создать такой маленький конструкт, который всего 700 нуклеотидов в длину, и показали, что на самом деле эксклюзива активация Т-клеток таким конструктом весьма эффективна и специфична, как видно на этом Элиспот Эссей, специфична к мутантам и дженнике. Таким образом, в данной работе, в данных наших работах мы показали, что ДНК-вакцины могут быть оптимизированы к онкоспецифичному антигену или даже к конкретной мутации, может включать комбинации нестимулирующих молекул и последовательности, и это все может быть сделано в рамках одного конструкта, а также может быть использовано для оптимизации или для прямого использования в дендриклеточных вакцинах, и, насколько мы знаем, дендритные клетки, электропарированные с нашими плазмидами, достаточно эффективно индуцирует Т-клетки, а также может быть использована для оптимизации и создания экс-вива онкоспецифичных Т-клеток для дальнейшей либо же трансплантации, либо же изучения Т-клеточных рецепторов. Спасибо за внимание, в конце я хочу поблагодарить свою группу, разные люди, представленные на этой фотографии работали со мной в разное время, в основном медицинские студенты, доктора, а также хочу поблагодарить своих лабораторов, доктора Таками Сата и доктора Ольгу Игушеву за вклад, внесенный в эту работу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok